шалом доброго ранку ну вот давно не выходил видео потому что я нафиг простудился вот в этом году появилась новая модификация какого-то вируса скорее всего вируса с короны который вот на новая модификация она как раз гораздо опаснее и заразнее чем та которая была три года назад просто сейчас об этом не говорят вот но многие очень болеют карантин в школах в садах объявлен массовое заражение то есть все прям как в ну в каком-то апокалипсисе например вот но я сейчас уже чувствую себя хорошо единственное только очень злой потому что пропустил мощнейший снегопад хотел вот два дня назад когда вот очередной был мощнейший снегопад снять для вас новое видео блэк металли в лесу нашел очень красивый пейзаж но вот так как кашель насморк кто пришлось отложить ничего про блэк будет снято нашел и потрясающие блэк металлические альбомы всепужного характера альбомы к моему удивлению столь хороши что их можно поставить в один ряд с таким шедевром как пюр холокост в общем классные сипужные альбомы очень андеграундный блэк метал мало кто знает об этих альбомах я них еще не рассказывал вот поэтому ну ждите вот скоро скоро будет лесное видео о сипужном блэк металли как вы и любите также забанил много мрази много петухов которые налетели вот на предыдущее видео как будто бы какой-то есть кукловод который вот этих мрази просто насадил на свою большую руку давать проткнув ее через их жопу и вот этими пешками руководить тоже все вот комменты хейтерские они все однообразны они все об одном и том же ну вот чтобы понять какого характера вот я одного такого петушка выстрел на всеобщее посмешище зайдите во вкладку сообщества и вот последний пост как раз увидите одного из таких петухов сергей иванов его зовут большой любитель сериала свинка пепа и вот это вот этот биомусор решил покукарекать насчет блэк металла да не имея к нему ни малейшего отношения вот таких батяк такой биомусор я конечно вычищаю если вы хейтер то ваш комент его никто не увидит то что он не провисит больше 10 минут в общем ладно теперь значит главная эта тема дня в чем она заключается в том что и свершилось неожиданные находки редкие ископаемые из глубокого андеграунда нашлись в жанре жировой обмазывающий горе грайнд ну я по про жирный такой максимально экстремальный горе грайнд уже делал видео посмотрите отмотайте назад в общем нашел еще парочку даже тройку новых альбомах максимально жирным гулком басовитом горе грайнди кстати как как только я вот решил снять сегодня этот видос а горе грайнди заметил у себя еще одного петуха еще одну мразоту в комментах блин как же ее тут а вот она кстати давайте даже так камеру поближе поднесу вот смотрите вот это мразь вот пишет что в грайнди типа я слабо соображаю и вот посмотрите зашел я на странице этой мрази вот это мразь зовут михаил у меня нет ни одного видоса то есть вот у этого соображающего в грайнди мудака нету ни одного видео о грайнди он даже ни одного поста нету то есть он вообще полный ноль профан блин решил каким-то образом самоутвердиться но итоге оказывается что вот я эту мразь опускаю я су в твое лицо михаил потому что ты биомусоров ты даже своему лоб боишься показать ты никто и звать тебя никак ты думаешь что ты знаешь грайнд а у тебя нету ни одного подтверждения этого что что при всех своих знаниях не сделал ни одного видео не пояснил никому что же такое настоящий грайнд в то время как я рассказывал людям о таких экстремальных командах в грайнди о которых больше никто не рассказывал именно я нашел предел в тяжести придет предельно тяжелый горе грайнд предельно быстрый молотильный такой как датриорейшн такой как сивэйдж да ты же чего нашел от хуя уши ты нашел вот какая ты мразь михаил так вот ну может быть если бы я не был бы таким злым из-за вот эту новой модификации вируса я может быть конечно не затронул бы вот такой биомусор как михаил но я думаю что это будет полезно для канала когда вот мы делаем такие деанонимайзы по хейтерам да и чтобы мне повадно было следующий раз пусть они знают что здесь их деанонимизируют и ссут а по ним и теперь по этому михаилу стекает моча значит и да еще скажу такую вещь у меня есть еврейские корни израиль это великая страна пусть бомбит у всяких расистил значит теперь главная эта тема дня это жировой обмазывающий гудящий гулки горе грайнд вот такие команды я начать нашел первая команда вот ее обложка прямо на экране у меня цивилиан тровер альбом требучет шоурум вот эта команда цивилиан тровер она выпустила вот в этом году совсем недавно кстати буквально несколько дней назад свой первый дебютный мини альбом это прямо максимально экстремальный звук вот в духе таких групп как сивейдж итальянский максимально такая зашкаленная дисторшированная гитара но не лишенная жирного басового гудения это гудение здесь мощная накатывающая волнами гитарный вот этот мощный чос по струнам весьма и весьма интенсивен и поддерживается столь же молотильный ритм секций гудящий жирный послезвучие мощная гитарная атака захлебывающиеся в басах и в искаженном зашкальном гитарном звуке конечно это просто песня это вот максимальная рекомендация всем грайн корщиком а также любителям горе но и за ведь этот альбом он весьма близок к но изовой подачи за счет своего гудящего жирового выбулькивающего дисторшена и гулкого баса это обмазывающий жировой горе грайнд более скажем обмазывающий чем севэйдж потому что севэйдж это ну более молотильный грайнд где ставка больше сделаны не на вот это выбулькивающие гудение хотя его там тоже много там ставка сделано на молотильность чтобы выбивать дурь из планеты вот что всякий биомусор там размалывать а здесь еще вот у цивили антровер еще больше вот этого гудения и вот этой вот каши особенно в нижнем регистре но эта каша она вот жирная она вот как раз под такое под злое настроение подходит и далее какой я еще альбом ты неожиданно для себя нашел и он еще кстати более жирный чем вот этот дебютник цивили антровер это ребята группа канадская мезрине называется так по-французски мезрине альбом вот у них мне больше всего понравился так у них несколько альбомов но больше все понравился мне альбом 2001 года going to the morgue морг ну там обложка такая прямо мега-мега экстремальная не знаю тут может заблокировать ну ладно сами скачайте посмотрите на рутрекере там в флаке эти альбомы есть вот мезрине на вот этом альбоме going to the morgue вообще сыграли вот самый такой вот выбулькивающий горе грайнд который все еще вот остается в рамках горе грайнда но уже уже немножко захлестывает свои жирные лапы на территорию горе-ноиза такой вот на 70 процентов горе грайнд может быть процентов на 30 это уже такой но но из грай но какой же он тоже жирный выбулькивающий бас бас гитара тут тарахтит как самый наверное огроменный килл дозер даже не бульдозер а килл дозер килл дозерная бас гитара максимально искаженная максимально к шообразная но выбулькивающий жирными ошметками кровищи и сало и искаженная кстати и по ламповому даже записанная основная гитара и вокал и выбулькивающий кстати что у команды первая который мы говорили цивилин трогер что у этой вокала такие тоже экстремальные выбулькивающие кричащие арущие ну то есть вот максимально экстремальные вокалы но вот и звук уме зрения да вот уме зрения звук так какой у основной то гитара да которая как бы звучит наравне вот по своей жирности она наверно звучит наравне с этим супер жирным бас ну может быть чуть-чуть ему уступает жирности но тут вот особенность альбома в том что тут как бы бас гитара она ну элит гитара и бас гитара вот они похожи максимально вот между ними нету большого различия потому что и те и это и эта гитара выдают вот максимум жирового дисторшина гитара 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 а 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 ну этот альбом вот он меня например он унес своим жиром это экстремально экстремально жирный и да тепло по тепло по ламповому записанный альбом звук вот как будто через ламповый какой-то усилитель записывался такой он теплый шуршащий бархатистый кстати неплохим динамическим диапазоном то по меркам грандкора на ручку селка я прям так прилично вывернул чтобы этот альбом меня обмазал своими жировыми волнами замечательный замечательное полотно единое цельное пробивное и кстати еще отмечу у мизрина еще один альбом 2007 года он идентифит вот этот альбом он уже немножко в другом стиле это не столь жировой обмазывающий грайнд это более такой молотильный панкушный ну припанкованный грайндкор но в нем тоже вот осталось осталось вот то те гены гены изначального вот этого жирового жировой подачи от мизрины то есть эта команда вот мизрины да она только вот на раннем этапе своего существования играли такой супер жировой грайнд а затем они вот потихоньку трансформировались и отходили от своего жира в сторону такой молотильный молотильного более чистого припанкованного грайндкора поэтому если вы любите от или на молотильный такой с долей панка но при этом все же жирный грань то вот рекомендую мизрина 2007 года альбом они идентифит вот вроде бы все а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, стримак сегодня не будет, но, блин, ещё я не до конца, конечно, вылечился. Ещё голос не тот, насморк ещё не до конца прошёл. Вот, поэтому давайте стримак перенесём на завтра, на воскресенье, ну, на 20, там, 30, 20, 40 вот на это время. Так что давайте увидимся завтра.